А что это за красивый молодой человек тут стоит сзади меня? А, а, а? Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Короче, сегодня я буду строить дом. Да, вы все знаете, что я обожаю строить дома. И сегодня я хочу построить дом в своём скине, да, ребята? Я ещё не строил дом в своём скине, я вообще офигел с этого. Это полная жесть, конечно, но я сегодня попробую это сделать. Попробую и надеюсь, что всё будет красиво, всё будет хорошо и так далее. Всё, он внутри полностью пустой мой скин за кадром, я его построил. То есть вот так вот он выглядит внутри, абсолютно пустенький скин. Вплоть до головы... Не, ну в голове-то не пусто, в голове-то есть что там. А, нет ничего, ну ладно. Ладно, пофиг. Короче, сегодня мы строим дом в моём скине. Я планирую сделать реально офигенный и крутой дом. Итак, давайте начнём. Я как-то раз уже делал дом в скине, но я делал не в своём скине, по-моему. Вообще, я, по-моему, в своём не делал скине никогда дом. Поэтому, ребятки, будет гениальной идеей сделать его прямо сейчас. И, как всегда, мы с вами по традиции начинаем со входа. Господи, где я только дом не делал? Только в скине, наверное, не делал. А так везде вообще уже всё переделал. Кстати, давайте тогда уж продлим полную ступеньки. Типа, поняли, это будет у меня как подошва на кедах. Во, нормально, нормально. Точнее, носик. Ну, конус. Ну, короче, вы поняли, да? Я надеюсь, что вы прекрасно всё понимаете. Так, устанавливаем двери и всё, в принципе. Дом готов. Всем удачно. Спасибо. Всем пока. Ладно, на самом деле, это шутка, ребята. Это шутка. Основной дом у нас будет находиться в голове. А второстепенные такие комнатки, они будут находиться в руках. Руки у нас вот тут находятся по богам. А туловище это будет, скажем, некий лифт, если можно так сказать. Я просто услышал на улице какие-то странные звуки. А время сейчас, ну, знаете, чтобы не шуметь, ну, не знаю, блин. Как бы нельзя сейчас шуметь, короче, вот на улице. И сейчас кто-то шумит очень сильно на улице. Вот не люблю таких людей, которые шумят на улице, когда нельзя шуметь на улице. Хотя я, наверное, и сам, блин, поснимаю ролики. Мои соседи, вот долбанный компот, когда он съедет отсюда. А на самом деле я не съеду, я не съеду. Ладно, короче, шутки шутками. Я уже прорубил проход в руки. И это все должно круто очень сейчас получиться. Смотрите, для начала туловище, я еще раз говорю, у нас служит как подъем. Поэтому мы начинаем делать лестницы. Для начала мы проводим лестницы ко мне в руки. Тут должны быть лестницы, обязательно. Так, 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 так. Проводим их прямо мне в руки. Так, все отлично, готово. Дальше не забываем ставить двери. Двери это тоже очень-очень важная атрибутика. Ставим ее вот таким вот образом. И дальше опять-таки делаем лестницы с другой стороны. Точно так же, точно аналогично, чтобы в моих руках жили люди. И все было хорошо, и все было прекрасно. Все, давайте вот так вот и чудесно. Восхитительно, ребятки. Я бы даже вот так вот сказал. Так, что еще не хватает в этих руках? Конечно же, ребятки, я шучу. В этих руках много чего не хватает. Потому что тут будет абсолютно, ну, наверное, скорее всего, все. А именно тут будут, знаете, типа такие, поняли, мини-домики со складами. И я сейчас это сделаю. То есть я это попробую изобразить прямо сейчас. То есть, смотрите, вот тут вот у нас будет спальня. Это очень просто сделать. То есть, смотрите, мы берем кроватку. Спальня готова. Если вы подумали, что я дебил, что так строю карты, то нифига, ребятки. Нифига, нифига. Там, смотрите, дальше мы ставим под кровать, значит, печечку. Ставим под кровать верстачок. Что мы делаем дальше? Дальше. В принципе, знаете даже, как можно делать? Чтобы экономней было, экономней и удобней, и практичней, печку и верстак можно поставить вот сюда. Дальше. Поднимаемся сюда. А тут уже у нас будет склад. Прям дичайший, огромный склад. В моем скине может поместиться очень много вещей. Вот, например, такое количество вещей может тут поместиться. Также возьмем сундук-ловушку. Почему бы и нет, поставим ее тоже куда-нибудь вот сюда. Так, там есть слой, блин, там есть слой. Ну ладно, окей, хорошо. Вот такой вот, ребятки, склад у нас пока что получается. Вот, пожалуйста. Во второй руке мы можем сделать то же самое. То есть то же самое аналогично. То есть два человека могут к вам прийти в гости и поспать у вас дома. В принципе, я надеюсь, вы им не запретите, да? К другим рандомным людям, абсолютно незнакомым вам людям, переночевать у вас дома, да? Ладно, конечно же, это странно. Так, ставим сундучки. Не забываем про сундучки, не забываем про сундуки с ловушечкой. Это тоже важно, это тоже важно. И про факела. Ведь в моем скине будет темно, но, 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 и еще раз, но. У нас будут стоять факела, поэтому все будет хорошо. Так, давайте поставим также сюда факел. И как обычно, наверх, вот так вот, два факела. Все. Осветить туловище тоже, в принципе, не составит никакого труда. Это делается очень просто. Это делается лампами. Вот, берем, значит, лампы и начинаем освещать. То есть, тут ничего сложного. Все туловище будет светиться. Так сказать, вся Москва горит, вся Москва сияет. Ладно, мне, наверное, стоит прекратить заниматься такой ерундой, как пением песен. Так, теперь мы берем лестницы и делаем основную, главную лестницу наверх. Из которой, собственно, все и будет исходить. Так, все, давайте начнем ее строить. Прямо сейчас вот так вот поднимаемся наверх. Опа, 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 опа. И мы уже практически с вами наверху. Так, теперь нужно поломать вот эти вот псевдолестинки, которые возомнили себя настоящими лестинками. Все, готово. И продлеваем теперь следующую лестинку. Просто вот так вот, ребятки, вот таким вот образом поблочно. Вот таким вот образом. Если вам мало места, вы, в принципе, можете туловище тоже забить как бы домом. Но я думаю, что это, в принципе, и не надо. Зачем в туловище дом? Я, типа, помню, как-то раз строил дом в Скине и ни разу ничего в туловище не делал. Потому что, как говорится, а нафиг надо? Вот такой вот вопрос у меня маленький. Нафиг оно надо мне, как говорится. Дальше, не забываем про люки. Люки это очень-очень важно. Потому что, ну, кто знает, вдруг там кто-то к вам забежит и начнет по вас с лука полить. Это жестко. Это жестко, поэтому мы ломаем лесенки и ставим люк вот с этой стороны. Все, в принципе, люк уже готов. Дальше, мы с вами делаем диван. Диван мы, в принципе, можем сделать из модов. Это все не важно. И также, ребятки, не забываем про окна. Спросите, какие окна? Сейчас я вам покажу, какие окна. Окна будут красивые. Окна будут зашибенные. Берем черный и белый цвет. И да, ребятки, вы уже поняли, окна будут в глазах. А что, глаза это наши окна, можно сказать. Мы в них смотрим, точнее, через них смотрим. Ну, короче, меня прекрасно понимаете, да, ребятки? Вот. Вот такие вот будут у нас, значит, окна в доме. Дальше, что мы делаем дальше? Во-первых, мне не нравится вот эта вот штучка. Давайте-ка я ее лучше поменяю вот на эту, чтобы все симметрично, ровно и идеально было. Так, это палец. Окей, хорошо. А теперь мы не забываем про домашний кинотеатр. Ну, вот, люблю иногда посидеть перед телеком. Вот, ну, что со мной поделать? Вот, ну, люблю иногда. Ну, вот, чисто, знаете, по вечерам. Также, кстати, ребятки, мы можем создать внутри свою, собственно, атмосферу. Например, давайте, почему бы и нет. Давайте поклеим обои. Давайте, почему бы и нет. Я думаю, что мы этого заслужили, и внутри будет заодно очень-очень красиво. Так, 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 расклеиваем обои. Угу. Кстати, это можно сделать где угодно, вот эти вот обои. Я думаю, что на туище тоже можно, в принципе, их запилить. Или нельзя их запилить. Ну, короче, посмотрим. Я планирую каждый раз разные обои делать. То есть вот таким вот образом. Смотрите, мы ставим обычные обои. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Во, во, вот это я понимаю. Вот это вот, ребятки, я понимаю. Всё, теперь выставляем нормальные обои, наконец-таки. И до самого верха. Смотрите, там уже всё синеет. А, всё, новые пошли обои. Чёрт, склейка будет некрасивая. Ну ладно, зато... Слушайте, а не так уж и плохо. Не так уж и плохо. Вот что я вам скажу. И Марио. Прикольно. Ну что ж, давайте и Марио тоже сделаем. Почему бы и нет? Я не против, как бы. Я не жлоб. Марио тут тоже есть самое место. Так, так, так. Так, 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 так. Всё, ребятки. У нас, значит, готова комната. Она полностью в обоих. Но это ещё не всё. Как я уже говорил, нам нужно поставить домашний кинотеатр. Нам бы его вообще для начала бы найти хорошенько. И рабочий стол, и всё-всё-всё. Смотрите, сзади я решил разместить рабочее место. Рабочее место будет довольно-таки крупное. Реально крупное. То есть, вот, смотрите. Тут у меня будет компьютер, все дела. Также ноутбук. Не забываем про ноутбук. Это тоже важно, ребятки. Тоже важно. Кстати, сейчас у меня будет, так сказать, темно здесь. Поэтому мы берём обязательно лампы с вами. Вот таким вот образом. И метим где-то серединку. Ну, например, вот тут. Это, конечно, не совсем серединка. Но теперь мы делаем вот так вот, ребят, с вами. И делаем тут настоящие, нормальные, красивые светильники. То есть, поняли, как люстра такая висит, знаете? Какой-нибудь музей. Во! Во! О, зашибись. А на улице ещё ночь. Вот так тебе... Вот чё темно. Я-то думаю, чё так темно? Чё так темно? Так, в принципе, снизу красиво. Всё светится. Всё в подсветочке. Всё нормально. Теперь не забываем про самое главное. Диван. Ну, как я буду сидеть? Ей-богу. Я же хочу посидеть иногда. Правильно? Правильно. 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 Так, даже не забываем про стопку бумаг. Пусть будет. Пусть будет. Поставим его куда-нибудь сюда. Компьютерное кресло. Компьютерное кресло. Ставим мы с вами вот сюда. Теперь диван. Самое важное, чёрт возьми, это диван. Это диван. И я планирую сделать под цвет своего скина. То есть так. Так. И, короче, вот так вот. Во! Нормально будет ещё. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Опа. Хопа. И всё, в принципе, ребятки. Остаётся только поставить сюда нам домашний кинотеатр. Хочу чёрный. Почему-то хочу чёрный цвет. Давайте поставим чёрный. Пусть будет. Хотя нет, знаете, даже можно вот так вот. Хотя, знаете, он идеально встаёт. Вот, посмотрите, как он идеально встаёт. Вот сюда вот садишься. И смотришь свою любимую передачу. И никто тебе не мешает. И всё хорошо. И всё нормально. Так, дальше. Не забываем про аквариум. Аквариумы это красиво, а просто и легко. Вот так вот их устанавливаем. Можно их даже вот так вот установить. Смотрите, ребятки. По всей голове. Оставив только окна. По-моему, это тоже по-дизайнерски очень чётко. И по-дизайнерски это очень, ребятки, красиво. Так, вот. Блин, туда бы аквариум запихнуть. Но я, наверное, туда не пролезу. Хотя, чё это не пролезу? Ещё как пролезу, блин. Вот так вот, всё. И ставим сюда, значит, свет. Вот такая вот у нас комнатка, ребятки, получается. Вот такой вот мини-домик, можно даже сказать, у нас получается. Можем также вешалку повесить, часы, в принципе. Всё, что угодно. Всё, что угодно мы можем куда угодно вешать. Только на обои мы, наверное, не сможем. Или сможем... О, сможем! Нифига себе, прикольно. Вот это вот прикольная тема, что разработчики модов реально запарились. Запарились и создали крутой мод на обои. Также тогда мы уж можем разместить сюда и полочки. Почему бы и нет, типа, чтобы складывать туда какие-либо вещи. Пусть будут, пусть будут. Вот. Посидел, посмотрел телек, открываешь люк. Вот так вот закрываешь. И знаете, что давайте сделаем? Давайте сделаем аварийный спуск. А именно, вода. Вода всему голова. Вот вода это источник жизни, как говорится. Пусть заливает. Поэтому давайте вот так вот всё разливаем здесь. И, кстати, мы можем также в моей голове сделать выход на крышу. Блин, как-то это стрёмно и крипово звучит, согласитесь. Мы можем тут, в принципе, прокопаться вверх и сделать смотровую площадку. Но я этого делать не буду, потому что я это уже когда-то делал. И в этом нет ничего интересного. И вот такой вот, ребята, домик в скине у нас получается. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, и вы поставили ему лайк. В принципе, если вам чего-то не хватает в жизни, то вы можете вот так вот ещё сделать. Ооо, да-да-да-да-да, так и надо было делать, ребятки. Вот, запомните. Это тоже прикольная тема. Слушайте, это офигенная тема. Это реально офигенная тема. Так, значит, теперь тут всё сделываем стеклом. Мг-м-м, восхитительно. Так, ага. Всё, ребятки, блин, по-моему, реально круто. Смотрите, прям реальный дом. Офигеть, реальный дом в скине. Это, конечно, круто, ребятки. Не думал, что такого доживу, конечно, но это круто. Можно даже, знаете, ещё вот так вот сделать. Типа, поняли, как в подъездах окна. Только вот такие вот у нас будут окна. Подъездные, если, конечно, можно так сказать. Типа, просвечивает улучши компота. Шок, что компот от всех нас скрывал. Вот, ребятки, получился вот такой вот домик в скине. Давайте поставим Time Set Day. Я надеюсь, что он вам понравился. И, кстати, ребятки, какой у вас скин? Напишите в комментариях. И вы строили когда-нибудь в своём скине дом? Хотя бы на сервере или где-то ещё? Если нет, то обязательно построите. Это очень интересно, увлекательно и круто. С вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачно, спасибо. Всем пока, ребята.